Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 866. Нам нужно проверить, праведливо ли равенство. Первое равенство 1 в кубе плюс 2 в кубе будет равняться 1 плюс 2 в квадрате. 1 в кубе – это 1. 2 в кубе – это 2 умножить на 2 умножить на 2, то есть 8. В квадрате получается 9. С другой стороны 1 плюс 2 – все в квадрате. 1 плюс 2 – это 3. 3 в квадрате – это 3 умножить на 3, это тоже 9. То есть мы получаем с одной стороны 9, с другой стороны 9. Значит, у нас верное равенство. Следующее равенство 1 в кубе плюс 2 в кубе плюс 3 в кубе будет равняться 1 плюс 2 в квадрате. То есть нужно нам это проверить. Давайте посчитаем 1 в кубе плюс 2 в кубе плюс 3 в кубе, чему будет равняться. 1 в кубе мы уже считали – это 1, 2 в кубе – это 8, 3 в кубе – это 3 умножить на 3 умножить на 3. То есть 3 раза тройку саму на себя умножаем. Получаем 27. 1 плюс 8 – это 9 и плюс 27 – это 36. И считаем 1 плюс 2 и плюс 3. Сколько будет? 1 плюс 2 – это 3, плюс 3 – это 6. 6 в квадрате – это 6 умножить на 6 или 36. Снова получили верное равенство. 1 в кубе плюс 2 в кубе плюс 3 в кубе плюс 4 в кубе будет равняться. То есть нам нужно проверить, равняется ли 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 и все в квадрате. Проверяем, считаем. Сначала первое выражение, значение первого выражения. Мы, кстати, посчитали 1 в кубе плюс 2 в кубе плюс 3 в кубе. Это будет 36. 4 в кубе – это 4 умножить на 4 умножить на 4. 64. 36 плюс 64 будет 100. И нужно проверить 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 и все в квадрате. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 будет 10. 10 в квадрате – это 100. Снова получили верное равенство. Дальше в задании нас попросят попробовать рассказать, какова в этих равенствах зависимость между квадратами и кубами чисел. И нужно проверить, выполняется ли это свойство для 5 и 6 чисел. И это свойство, то есть зависимость, которую мы сейчас проверили, можно сформулировать так. Сумма кубов, то есть мы кубы складываем чисел. Сумма кубов первых n натуральных чисел, в первом случае это было 2 числа, в втором случае 3, в третьем уже 4 числа, равняется сумме, то есть не сумме, а квадрату суммы этих чисел. Давайте это мы запишем. Давайте еще раз прочитаем. Сумма кубов первых n натуральных чисел. То есть мы складываем кубы. 1 в кубе плюс 2 в кубе плюс 3 в кубе и так далее. n натуральных, то есть вместо n можно поставить любое натуральное число. равняется квадрату суммы этих чисел. То есть мы складываем все эти числа, а потом возводим в квадрат. Вот так вот можно сформулировать эту зависимость, это свойство. Давайте проверим, выполняется ли это свойство для 5-6 чисел. 1 в кубе плюс 2 в кубе плюс 3 в кубе плюс 4 в кубе и плюс 5 в кубе. Давайте посчитаем. До 4 мы уже с вами посчитали, это было 100. 5 в кубе – это 125. 100 плюс 125 будет 225. Дальше считаем 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5. И все нужно возвести в квадрат. До 4 мы считали, это 10. 10 плюс 5 – 15. 15 в квадрате – это 15 умножить на 15, или 225. То есть действительно выполняется эта зависимость. И давайте мы напишем равенство нужное, что оно действительно у нас выполняется. И теперь еще нужно для первых 6 чисел проверить. Считаем 1 в кубе плюс 2 в кубе плюс 3 в кубе плюс 4 в кубе плюс 5 в кубе и плюс 6 в кубе. До 5 мы посчитали, это 225 плюс 6 в кубе. 6 в кубе – это 6 умножить на 6 и умножить на 6. Или можно посмотреть по таблице кубов. Сколько будет 6 в кубе? Это 216. 225 плюс 216 будет 441. И считаем 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6. И все в квадрате. До 5 мы посчитали, это 15. И плюс 6 – это 21. 21 нужно возвести в квадрат. Можно посмотреть по таблице квадратов. Можно просто 21 умножить на 21. Но это будет действительно 441. То есть для 6 чисел это равенство тоже выполняется. И давайте напишем это равенство. Плюс 6 в кубе равняется 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6. И все в квадрате. Выполнили задание 866. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопросов, предложений или пожеланий подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Продолжение следует... Продолжение следует...